Добрый день, меня зовут Наталья. Сегодня я вам хочу показать еще одну вставку в букеты это перечные ягоды. В принципе перечные ягоды это и есть розовый перец, то есть это как бы специя, но они неплохо смотрятся в букетах, поэтому давайте начнем. Нам понадобится глина, у меня модерн клей, также понадобится проволока, у меня двадцать шестая. Отрезаем небольшой кусочек, загибаем, теперь нам нужно сделать маленький ствол, для этого нам понадобится глина и зеленая краска, у меня травяная зеленая, давайте я вам покажу сразу, берем небольшой кусочек, замешиваем глину, цвет, здесь конечно достаточно совсем-совсем бледно-бледно-зеленый, чтобы было. Я все сейчас покажу на маленьком кусочке. Я не использую дополнительно клей, просто беру проволочку, вот так вот накладываю, как бы растягиваю по проволочке, растягиваю, растягиваю, а потом пальчиками обкатываю. Все, вот мы обкатали стебелек этой ягодки. Дальше глину я замешивала совершенно чуть-чуть, краски у меня ладога, розовая, темная. Это, кстати, акриловая краска, некоторые спрашивают, можно ли работать с акриловой, да, я работаю с акриловой краской, единственное, что тонировку я не делаю никогда акрилом, потому что он тянется, в общем, не нравится мне тонировку делать акрилом. Здесь нужно добиться бледно-розового цвета, то есть не яркая должна быть ягодка, вообще они больше передают, как бы, красноватые, но я вот сделала, сейчас я вам потом покажу, чем я тонировала эти ягодки. Хорошенько размешиваем. Берем, вообще они маленькие, конечно, ну, как перец горошек, да, вот такую вот горошинку мы делаем, вот здесь нам понадобится уже и клей. Так, он, как всегда, у меня подсох. Совсем чуть-чуть клея и одеваем нашу ягодку. Потом я брала шило, такую характерную точечку делаю. В принципе, на этом наша ягодка готова. Теперь нужно ее немножко затонировать. При тонировке я использовала краску петербургская лиловая, хотя, еще раз повторюсь, они больше красноватые. Петербургская, она дает такой сиреневый, что ли, цвет. И вот эту вот точечку, которую мы сделали, ее можно поставить, я ставила охра светлой, можно коричневой краской, можно черной, то есть, какие-то акценты нужно сделать. Я брала просто вот кисточку, и прям слегка-слегка. Можно, конечно, на салфеточке растереть. Видите, какой цвет получается. И вот так вот немножко-немножко тонировала. Не всю ягоду, лишь один бочок, допустим, чтобы были вот эти переходы. Все, потом охрой ставила эту точечку. На этом наша ягодка готова. Ее можно собирать. Я собрала здесь вот сборка, не характерная для именно перечных ягодок этих, они более зонтиком, что ли, собираются. Но для композиции мне нужна была именно такая вот форма, больше как грозди. Поэтому я сделала так. Очень простая в работе ягодка. Очень хорошо смотрится дополнение к букетам. Всем спасибо!